МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Селям алейкум, дорогие телезрители! Сегодня, как всегда, вечером по средам, в прямом эфире АТР программа «Крымский вопрос». Сегодня у нас в гостях человек, который никогда не был в нашей программе, но его не особенно нужно представлять. Это вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов. Селям алейкум, Ленур. Алейкум, селям. Я хотел бы начать разговор прямо с сегодняшних событий, которые происходят в Украине. Одно событие более громкое, понятно, очень ожидаемое, это освобождение, наконец, надежды Савченко, ее возвращение счастливое на Украину. И одновременно в этот же день произошло другое событие в Крыму, которое тоже уже начали осознавать и здесь, что там пропал крымский татарин бесследно, причем родственники по последней новости даже не могут подать заявление в ФСБ, у них не берут заявление о пропаже сына. Вот как бы вы оценили вот эти события, и какая-то есть между ними взаимосвязь вообще? Взаимосвязи как таковой я не вижу, конечно, да, как таковой взаимосвязи нет, но она прослеживается, это абсолютно прав, потому что, с одной стороны, мы видим, что вот то того бойца, ту девушку, ту гражданку Украины, патриотку Украины, которую мы все требовали на блокаде с первого дня освободить, Надежда Савченко, она все-таки лидер, или опинин-лидер, это тот, кто на самом деле, на которого мы должны равняться, и равняется вся Украина, та, которая нескоренная, как мы ее называем, да, и ее освободили, это очень такая для нас радостная новость, с другой стороны, Ирвин, да, мальчик, член Межлиса, ну, мальчик его назвать сложно, но тот человек, ну, молодой мужчина все-таки, да, он так себя в национальном движении не проявил еще, то есть у него таких шагов серьезных не было, чтобы он выступал с какими-то такими обвинительными, там, речами, или как-то вообще серьезно бы активничал вот в этот период, и то, что сейчас с ним произошло, ну, ни в какие в рамки не входит, какая-то параллель может и быть, конспирология, это вещь такая, она очень интересная в этом вопросе, я так думаю, что это параллельные вещи в чем-то могут пересекаться, однозначно. Я думаю, моя версия такая, если позволите, я думаю, что, конечно, никакой тут прямой взаимосвязи, скорее всего, нет, а взаимосвязь смысловая. То есть мировое сообщество, я так полагаю, что это вопрос был принципиально решен по Савченко в момент звонка Обамы, где-то примерно месяц назад Владимиру Путину, а дальше уже процесс пошел в согласование и так далее, и так далее. Но я говорил это на нескольких украинских телешоу и писал об этом, что российская власть так устроена, что она не проглатывает такие обиды. Отдать Савченко, это, конечно, обиды и унижения, и поэтому захват заложников может продолжиться. И самое удобное место для захвата заложников вот такого рода, это Крым, конечно, потому что там как бы полная абсолютная власть, полный абсолютный беспредел, и крымские татары – это самый удобный объект, тем более запрет Межлиса эту почву подготовил. Однозначно об этом мы два года назад уже слышали от адептов русского мира в Крыму. Нам всем говорили о том, что Межлиса не будет. Это я уже не раз в интервью говорил. Останется только подконтрольный муфтиат. Это мы знали. В какой форме это будет, конечно, мы даже себя близко даже не отдавали как бы себе отчет в том, что вот такой форме он будет. Все-таки мы, знаете, какой-то такой тектонический сдвиг должен быть в человеке внутри, чтобы он начинал понимать то, что это реальность, а не какая-то фантазия чья-то там в какой-то больной голове. Человек так устроен, он гонит от себя плохие мысли, он гонит и думает, что это со мной не произойдет, но это не может быть так, ну потому что мы живем в такое время там… Вроде цивилизованной миру. Глобализация. Как такое может быть? Взять и пропасть человек вообще. Это просто не просто человек, это член исполнительного комитета. Мало того, он один из тех, кто представляет Крым во всемирном конгрессе, Крымский этап. Да, он еще молодой политик такой, но он уже крымско-атарский политик. А мы с тобой точно знаем, что любой крымско-атарин, даже где бы он сейчас ни был, хоть в Африке он живет, он все равно уже политик, потому что это политическая нация. То есть мы не можем себе позволить быть не вместе, все вместе, потому что вот то, что случилось с Украиной и с крымско-атарским народом, это геноцид, сегодняшний повторяющийся геноцид, который был в 1944-м, а до этого был в 1787-м году. И это цикличные вещи, которые продолжаются, и этому пора поставить конец уже. Дольше такого не должно происходить. Крымско-атарский вопрос сейчас в мире значительно громче звучит, чем было буквально полгода назад. Ну, наблюдая за событиями в процессе, можно выявить последовательность. Конечно, это началось с блокады Крыма, которую вы организовали с Минджилисом крымско-атарского народа, и с Чубаровым, Джамильевым и так далее. И при поддержке активистов украинских разных-разных-разных, этот вопрос поднялся, когда украинское государство прекратило официально коммерческие отношения с Крымом и так далее. И вот последний этап, это был запрет Меджлиса, когда был большой международный шум, в том числе в Европарламенте, ну и так далее, и так далее. Заявления были. И третье, конечно, это не политическое вроде бы событие, но победа сжамалась именно с этой песней на Евровидении. Вот как бы вы оценили вот эту последовательность событий, и какое влияние на ваш взгляд оказала Джамала вот в этой ситуации? Джамала произвела впечатление, она просто разорвавшаяся бомбой фактически. Это все равно, что в каску немцев, в свое время там этому фашисту бросить гранату, то есть это разорвавшаяся бомба для них. Потому что Джамала, они даже себе отчета не давали, они даже не предполагали, что такое возможно, что крымская нотарка может приехать на такой большой конкурс, как Евровидение, и взять и выиграть. И выиграть еще не просто выиграть, а выиграть еще с песней, освященной геноциду крымскотарского народа. То есть это песня, которая разбивает всю эту мантру русского мира, что с крымскими нотарами все хорошо, пожалуйста, мы им там варим казан, они танцуют в Хадерлес, и вот вам, пожалуйста, муфти, который берет, макает хлеб в соль, и мало того, при этом же муфти кричат там «Христос воскресе», там все такое прочее. Это вот такая вот ассимиляция такая, которая, причем формат этой ассимиляции, даже масштаб, который представить сложно, она такая валовая, то есть она идет такое массовое, полностью как бы там уничтожение, притеснение, придавливание вообще любого инакомыслия, и плюс еще ассимиляция вот это. Вот вам, как Шамилю Басаеву, коридор такой, вот вы по нему пойдете, вы должны признать русский мир, склонившись низко-низко-низко, вот возле нашей ноги, и вот ваш уровень вот такой. Вот даже вот посмотреть, если эфир вот этих вот про-кремлевских сейчас медиа, которые сейчас работают, и заменяют вот свободный телеканал АТР, если вот обратите внимание, просто это очень видно, когда стоят, так скажем, такие адепты все вот эти вот этого русского мира, как бы они там стоят, от Полонска и там все остальные, там даже перечитать их не хочу, и какой-нибудь Айваз там где-нибудь сидит, там где-нибудь на каком-то стульчике, там где-то там с краю, и там говорит, вот он, Джамала там, там не должна была так сделать, вот я как представитель крымско-тарского народа, это смешно, конечно, с одной стороны, с другой стороны, это очень огорчительно, вообще даже за тех людей, которые там находятся, и за тех людей, которые представляют его семью, там, которые об этом говорят, за них даже очень огорчительно, потому что даже маломальский, унизительный поступок этих ребят, которые относятся к крымско-тарскому народу, хоть косвенно, но относятся к нам, нам огорчительно, потому что мы не так хотим позиционировать себя, и не так нас растили, и готовили наши родители к жизни к этой. Поэтому мы сейчас здесь находясь, мы должны все вместе быть однозначно. И Джамала дала такой тренд, такой импульс всему тому, что она сделала. Она просто хотела, она не хотела, это вообще сделал Бог, по идее. Это все, что сейчас происходит, это такая вот, значит, такая божья милость вообще всем. С одной стороны, то, что геноцид случился, конечно, это ужасная трагедия, да то, что сейчас происходит воля-неволая депортация, а с другой стороны, Бутарафанда, Хайровар, как говорят в конскотарском народе, одна дверь закрывается, другие две-три открываются. И вот этот вот цветок, который зажгла, который раскрылся в лице Джамала сейчас, то есть вот запах от этого цветка, запах от этого вот нектара, который идет от этой песни, он будет раздаваться, раздаваться, все больше, больше, больше. Волны этого будет запаха расходиться, расходиться по всему миру. Русские это первые почувствовали, потому что... Да, и паника началась, некоторые пропаганды начали сходить с ума, потому что мы это смотрели, так частично видел, как они обсуждали в Крыму на официальных каналах поведу Джамалы. С одной стороны, они пытались с ним прямо сказать, что это крымская татарка, добро пожаловать в Крым, только получить российский паспорт и так далее. С другой стороны, она неправильно сделала, что такую песню спела про депортацию крымских татар. Из уст крымских татар, вот этих вот подкаблучников, это звучит особенно смешно, они себя показывают просто... Вот еще тут какой эффект от Джамалы? Еще выявились вот эти люди, которые вынуждены были ее ругать, даже на провластных каналах перед лицом всего народа, они себя окончательно зачеркнули вообще для крымского татарского сообщества, потому что все радовались абсолютно ее победе. Ну, потому что песня отличная, голос отлично, талантливейший человек вообще просто. И песня вовремя, и нужная, и всеми нами признанная песня. И в тот момент, когда именно, когда мы ждали, то есть это было 14-е число, мы все сидели с замиранием сердца, я был на Чингаре, на блокаде в это время, это просто было неописуемо. Все люди, мы все просто там, все бойцы нашего батальона там, все мы просто прыгали от радости, потому что это победа. Это победа, это перемога, это та, которая как бы очень нам нужна. И наморальная победа. Абсолютно точно. Мне показалось, что есть какая-то связь между ее победой 14-го числа и событиями, которые произошли в Крыму 18-го числа, и всех очень сильно удивили. Вот вы в Фейсбуке писали, там где-то высказывались в интервью. Вот как вы оцениваете события, которые происходили в Крыму 18-го дня? Все, что с нами делала вот эта вот оккупационная власть, она пыталась, с одной стороны, договориться, чтобы мы сами принизили себя, то есть там вот под эту лавочку залезли, под которую нас должны были загнать. Конечно, это не произошло. А с другой стороны, естественно, они давили нас всяческими как бы страхами насчет того, что мы можем то, вот решать Аметова, то, что они убили. И так с ним поступили даже с трупом. То есть они там выкололи глаза, там сделали там массу-массу страстных висей. Он фактически умер, как шахид, мы считаем. И мы его признали. Герои мученицы. Да, он не умер для нас, он живет для нас, да. И вот то, что мы требовали и требуем сейчас, чтобы ему дали героя Украины, он для нас герой. Поэтому то, что 18-го числа героизм проявили уже не единичный, а массовый случай героизма, это выход, во-первых, на улицы, это сигнал, да, вот это всего-всего, то это говорит о том, что народ теряет страх. То есть его, с одной стороны, быть ими баражированием вертолетов, самолетов, лязганием оружия, принижая, притесняя, говоря о том, что уже Ямитхан Султан, уважение, не ваш герой, а какой-то грек он, и там, что у вас не было героев, и вообще вы там народ предатель, и все такое прочее. Это все вот это вот давление психологическое, все, каждодневное. Это же работа от огромного репрессивного аппарата. КГБ же ничего не поменялось. Это вот мы, помнишь, с тобой там вот говорили, как они будут действовать в этом случае, в том... Они же не мудрствуют лукаво вообще. Они берут талмуд, то, что происходило там со времен КВД, со времен Сталина. Как мы поступали там с украинцами, там, с украинской повстанчатой армией, там, а вот мы их там жгли, там, таким-таким образом, расстреливали, там, пачками и все такое прочее. Как мы поступали с крымскими нотарами? Вот так вот мы поступали с крымскими... Как мы вершили все? Вот у них эти табуированные, как бы, учебники НКВДшные, они сохранились. Другое дело, что есть определенные люди, которые там еще пока говорят, а давайте мы вот так вот сделаем, давайте мы вот так вот сделаем. То есть гибридный вот этот вот геноцид, он существует. И это пока дело времени. То есть от гибридного геноцидов, то, что с ревином произошло, это же одно из проявлений. И это Аллаху Сири Мстана Сахласен, что было как сейчас там и этом. Не дай бог этого. А по идее, это то, что в Крыму, где говорили, что там будет все спокойно и все хорошо, и всем президентам обещали, что будет там все здорово, и что крымские тары счастливы, посмотрите, пропадают люди. И это говорит о том, что 18 число, то, что люди вышли, они почувствовали, что они понимают, что или мы сами берем на себя инициативу и что-то делаем, то, что жгли покрышки... Это гражданское сопротивление. Абсолютно точно. Как мы с тобой говорили, что в гетто, помнишь, да, то, что евреи в гетто начали сопротивление. И когда они начали сопротивление, то есть уже поляки тогда поняли, что нужно тоже сопротивляться, и тоже поняли, что если даже евреи, которых настолько утюжили, притесняли, убивали, пачками убивали, они терпели, потому что не бывает так, чтобы народ сразу поднимался, и народ там вставал и начинал сопротивляться. Просто и женщины, и там дедушки, бабушки, старики, дети. Это для этого нужны определенные, как бы там раскачки этого народа. Вот то, что мы видим сейчас. Народ всячески пытался сгнать от себя это все. Но 18 мая, это то, что нельзя себя гнать. Это у нас в генофонде прошито. Это было уже. В общем, довели людей до такого состояния, когда они не побоялись выйти. Конечно. А не кажется ли вам, что сейчас вот то, что началось с Ирвином Ибрагимовым, и возможно будет дальше в каких-то разных формах, это месяц за 18 мая? Вполне может быть. Вполне может быть. Но то, что они будут... А то, что они вообще подняли руку и украли представителя уже Конгресса, Конгресс, извините меня, Всемирный Конгресс Комск-Кратар не попал еще в экстремистские организации, даже в той же России. То есть поэтому, как можно было поднять руку вообще на представителя Конгресса? То есть, да, он в Крыму, да, он представитель Комск-Кратар на Всемирном Конгрессе. То есть, если бы они говорили про Межлис, даже Межлис поднимать нельзя было руку. Но он все-таки член не просто Конгресса, он член исполнительного комитета. И поэтому то, что с ним произошло, мы будем за этим сейчас следить. Я думаю, что весь мир будет за этим сейчас следить, за тем, что будет дальше происходить. И они будут вынуждены реагировать. И если действительно будет так, и с этим парнем что-то произойдет действительно, я думаю, что требовать надо будет, обязательно требуют дополнительных санкций. А Локус Тремесна стал хранить, чтобы что-то с ним произошло. Но если это произойдет, это будут обязательные санкции. Вот сейчас те, кто смотрит от лица там силовых структур России, чтобы понимали, мы будем добиваться всяческих санкций дополнительных, которые вы даже представить себе не можете. Потому что Эльвин был один из нас, и мы будем добиваться, чтобы те, кто это сделал, они были наказаны обязательно. И та страна, которая поддерживает тех, кто это сделал. И то, что могут с ним сделать. Вот это так. Ну, 18 мая, наше 18 мая в этом году, наша дата вот этого киноцида, которая прошла, она показала, что народ готовится, что он не сломленный. То, что на крымско-катарский народ, сирены звучали в Крыму. Вот кто об этом, вот у нас мы кучу видео выложили, сирены, гул стоял. Я хочу рассказать зрителям, что здесь, в Украине, все с восхищением, конечно, смотрели за теми событиями, которые в Крыму происходят, на то, что крымские татары вышли на несанкционированные акции, на то, что они жгли покрышки в знак протеста, на то, что наплевали на весь этот страх, на все предварительные угрозы и так далее. Это украинцам было воспринято невероятно позитивно. И я бы хотел, чтобы на самом деле вы, Лену, рассказали зрителям в Крыму, как украинцы относятся к крымским татарам, к их нынешнему положению, насколько они нас поддерживают и так далее. Сами украинцы нас очень здорово поддерживают. Если вот в самом начале передачи сказал о том, что блокада Крыма, что как это начиналось, если бы не было бы Украины, если бы не было украинцев, которые первыми пришли и поддержали крымский татар, которые начали блокировать полуостров, то не было бы никакой блокады. То есть к нам относятся не просто там, мы не терпим, во-первых, жалости, вот нам там жалко, нет, это не та поддержка. Вот сейчас я сегодня как раз записывал для города Николаева, для жителей Николаева, в котором тоже теперь живут крымские татары, записывал видеообращение, они там сейчас собираются, хотят посмотреть фильм «Хай Тарма», и это уже не мы организовываем, это не организовывает МИЧ, ЛИС или Конгресс, это люди сами на местах, они хотят... Да, и это еще, по-моему, в каком-то городе Виннице, что ли, еще где-то еще, украинцы, простые украинцы, очень интересуются. Во-первых, интересуются наши истории, они интересуются, как так, вот эти 23 года, вот они не знали об этом народе столько, сколько они сейчас узнали вот за эти два года. И поэтому всячески везде, везде, то есть для крымских татар у нас сейчас везде открытая здесь дорога, и это очень позитивно, и мы рассматриваем это позитивно. Мы бы хотели, чтобы еще и власти все, не только там президент говорил о том, что он крымский татар, мы бы хотели, чтобы каждый из чиновников, которые в этой стране есть, и вообще предполагает быть, чтобы вообще выезжали на границу, вот там, где, как мы его тоже Крымом называем, да, вот этот участок, там тоже клялись перед крымским татарским народом и перед всей Украиной, что мы будем возвращать Крым. Но в этом плане, Эленур, уже процесс пошел, и заявление президента это не изъявление какого-то клерка, там и так далее. Это серьезная вещь, вот этот процесс будет запущен. Какую вы видите перспективу? Вот 15 июня будут слушания Верховной Раде впервые за два года по вопросу Крыма. Вы там будете выступать, насколько я понимаю. Как, на ваш взгляд, прогноз, ну, скажем, до конца года вот этого процесса, который обещал запустить президент Украины? Ну, хотелось бы, конечно, чтобы после этих слушаний, в принципе, были и при старой Украине, если мы помним, там, ту старую Украину, она тоже была слушания каждый год, так, крымская тара, но этот раз впервые это будет уже вот в этой вот вильне Украины, которую уже уважаем мы, потому что эта Украина уже похожа на то, которую мы хотели бы дальше видеть. То есть это уже молодая Украина, которая строит по кирпичику демократического общества, и в котором мы, как крымские тары, тоже находим себя. То есть мы чувствуем себя полноценными гражданами этой страны. То есть мы внутри этой страны, и это позитивно. То, что сказал об этом президент, и мы, если помнишь, были на митинге, когда дали мне телефон, да, и то, что я зачитал, это стояли губернатор, там был глава районного совета Воробьев, там стояла куча народов, около трех тысяч, крымский тар было на границе. Если помнишь, как это отреагировал весь крымский тарский народ, потому что вот эта инициатива президента, озвученная гарантом, самим озвученная вот это вот, то, что изменения будут коснуться 10-й статьи Конституции, они, конечно, то, что мы ждали все. Если сейчас, дальше, после этих слушаний, будет собрана рабочая комиссия, которая дальше возьмет на себя роль того модератора, вот того процесса, что будет являться, на самом деле, дальше дорожной картой, к созданию крымско-тарской национальной территориальной автономии, то это будет то, что мы и хотим. Это снимет кучу проблем в дальнейшем, и будет готово к тому, что когда будем возвращать Крым, мы будем уже готовы его фактически внедрить уже туда управление, которое должно быть уже в этом свободном Крыму, а не так, чтобы мы с бухты-барахты в момент освобождения хватали того, 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 и пытались бы каким-то образом там слепить стартап какой-то. Но смотри, дело в том, что, ну, там, понятно, пропагандисты, я там в фейсбуке себя читаю, говорят, что вот, там, это все ерунда, это все на бумаге, там, Крым никогда не вернется, и все такое прочее, но я слушаю голоса из украинских, усукраинских политиков, и украинцы ликовали там на Чингаре вместе же, да, там не только были крымские татары, там были там регионы с 10 Украины, приехали добровольцы, люди там с флагами нас поддержать, да, что это да, вроде бы символично, вроде бы Крым находится сейчас де-факто в России и так далее, и так далее, но это важный показатель миру, как Украина относится к крымским татарам, и важный показатель для крымских татар, как Украина к ним относится, как она относится, как она видит их будущее в своем составе, в составе ЕС, куда Украина продвигается, ведь мы не сегодняшним днем должны жить, на самом деле. Это очень важно, то, что ты сейчас сказал, это архиважно, это должна понимать материковая Украина, насколько это важно для крымских татар, потому что они, ты правильно заметил, они заложники, они сидят и должны слышать не просто селям алейкум, там, трымайтесь, а все такое прочее, они должны видеть, должны и чувствовать реальные дела. Это, во-первых, стратегическое направление, курс, куда мы идем, а мы, если мы говорим, что мы идем в Европу, и мы будем идти через жернова демократии, да, как бы нам не хотелось бы, допустим, с некоторыми людьми поступить так же, как они поступали с нами, но Украина это не делает, да, она все-таки идет по пути цивилизованной страны, она определенным образом даже защищает даже тех людей, которые в момент аннексии там проявили себя так или там. То есть это все, это говорит о том, что, в принципе, есть у Украины воля и силы, и все-таки граждане ее, и какие-нибудь там варвары, которые там готовы расправляться с кем. Нет, это очень важно. И для Европы это такой посыл, что все-таки здесь эту страну населяют европейцы. А для крымских татар нужно понимать, что дальше будет завтра, это они должны чувствовать всеми фибрами своих, да, частичные тела. А с другой стороны, у них есть куча бытовых вещей и бытовых проблем, которые они касаются каждый день. Это должны решаться моментально, по шелчку, вот так вот, вот моментально. А как это будет? Если мы говорим о будущем, то вот в ближайшее будущее, после создания рабочей комиссии, мы хотим, чтобы рабочая группа, которая будет это делать, анициировала создание правительства Крыма. Да, абсолютно точно выявили, это правительство Крыма должно быть. Это правительство Крыма должно на себя взять первые функции вот того, что оно должно сделать, оно должно выехать, подобрать здание и находиться прямо рядом с границей. То есть любой чиновник того правительства, которого мы видим, он должен быть доступен для любого... То есть выехал человек из Крыма, у него любая абсолютно проблема. Абсолютно точно. Вплоть до того, что он хочет стать переселенцем, потому что его преследуют, или нужно оформить документы, или что угодно вообще. В этом вопросе у Европы есть опыт, у того же Израиля есть опыт, да, вот этих вот всех территорий. То есть есть куча опыта мирового, то есть мы должны взять этот опыт. Есть, конечно, определенная, как бы там, составляющая, то, что называется, вот сейчас у нас произошло, да, это все. Но типичная ситуация, то есть мы сервис-зону должны сделать, в которой каждый, я не люблю это слово, но крымчанин, да, должен обратиться в этот сервисный пункт и тут же получить любой ответ. Во-первых, должна быть работать горячая линия обязательно, да. Почему мы говорим, что у больницы, там, у таможни или у кого-то там сервис должен быть горячая линия, а вот куда звонить крымчанину, если что-то с ним происходит? Я знаю, они вам звонят. Да, они нам звонят, да, они звонят, но мы, получается, как решаем те вопросы, которые в функции государства входят. А по идее государство должно решать само все функции государства. То есть мы не должны подменять государство. И мы принудим государство в определенном месте, где оно не решает вопросы, позаменяем его, но дальше государство должно делать все само. Но надо отметить все-таки, что в последнее время государство делает шаги реальные на встречу крымским татарам. Все это не впустую. Абсолютно делает. Но этого мало. Этого мало. И это пока даже маленькая доля того, что могло бы государство делать. То, что касается даже вещания на Крым. Вот хотел спросить про вещание АТР на Крым и про вещание радио Мейдан. Мы уже год здесь, с лишним уже год здесь. Если помнишь, мы начали с этой маленькой студии. Тут нас приютили в этой студии. Все-таки украинцы, тоже патриоты. То, что мы там бросили кучу оборудования, все-все-все. Здесь вот мы находимся. Конечно, нас все поддерживают. Но нас поддерживать мало. Нам нужно дать возможность, чтобы мы были вровень со всеми украинскими каналами, которые здесь присутствуют. Которые давно и не испытали того, что испытали мы. А мы должны еще сделать так, чтобы это было не стыдно. И это было очень важно показывать то, что в Крыму, какие мы успешные здесь. Для этого мы должны поставить все передатчики на территории Херсовской области и вещать на Крым. Крым должен слышать голос Чубарова, голос Мустафага, голос гаранта Конституции, который должен общаться с народом. Это может быть даже вообще еженедельное или ежемесячное. Общение с заложниками. То есть с ними должен быть контакт, телефонный звонок. Смотрите, конечно, мечта людей, которые управляют аннексией Крыма, это то, чтобы Крым превратился не просто в гибридное гетто, где царит два вида страха. Это, грубо говоря, дневной страх, когда ты боишься судебных преследований. И ночной страх, когда ты просто боишься пропасть, что твой ребенок пропадет. Такой личный, персональный страх. Но еще и создать такое информационное гетто, где люди будут чувствовать безнадегу, вот которая, кстати, была практически до победы Джамала, и вдруг она это прорвало. Безнадега вот это. Самое страшное, потому что когда ты в гетто живешь или когда ты живешь в захваченном самолете находишься, безнадега все. И у людей теряются ориентиры и все такое прочее. Очень важно, это совершенно верная мысль, что должны быть доступны источники информации, и люди должны вдыхать этот свободный воздух. Вот на практике, как и примерно, ну ни в какие сроки точно, это не только от вас зависит, но будет осуществляться вещание. Будет ли весь Крым в итоге покрыт вещанием радио Мейдан, АТР, не только спутник, но и эфирное вещание? Насколько это реально и какие шаги делают с этим? Во-первых, мы боремся здесь с огромной бюрократической машиной. При всем том, что есть добрая воля украинского государства в том, чтобы нам помогать, все-таки существует куча чиновников, которых не поменяешь никогда. Это огромный бюрократический механизм, который хочет на каждую бумажку положить еще одну бумажку. И мы же не вырастили за два года новых чиновников. Они же были, как были, работали. Но так не бывает. Да, еще не бывает. Они не вырастают по шелчку. Естественно, они пока не знают, как будет там хозяин на это реагировать. Нужно помогать каким-то комментаррам, не нужно помогать. Вроде нужно. Вроде такой идет сигнал. Но как это делать? По идее, конечно, если бы я был бы президентом, по шелчку нажал кнопку, все, радио, чтобы вещало. И это элементарно сделать. Но это все равно будет сделано. Как это будет в итоге? В итоге так, что передатчик у нас уже есть вышка, с которой мы будем вещать, есть определенная точка, где мы будем вещать. У нас пока нет, самое главное, у нас нет лицензии на вещание на Крым. Как это не ужасно звучит, как это режет слух всем сейчас Крымским таром, которые сейчас сидят возле телевизоров, нет лицензии. Объясню почему. Потому что все-таки лицензия, которая давала возможность вещать в Симферополе, внутри Крыма, и лицензия, которая будет вещать с материковой Украины на Крым, это две разные лицензии. То есть, представляешь, должна быть процедура, просчет частот, потом международная, обратите внимание, это очень важно, международная соорганизация этих частот. То есть мы должны договариваться... Это как будто мирное время, как будто нет ни аннексии, как будто Крым, в составе Украины, де-факто находится. Абсолютно точно. Именно так. И Россия будет опротестовывать какие-то частоты, понимаешь? И Украина готовится к тому, что она будет опротестовывать. То есть Украина ведет себя, ну, как очень интеллигентный профессор, когда... С хулиганом подворотом. С хулиганом подворотом. Ну, я думаю, нет, ну, Ленур, я знаю вашу энергию, я думаю, что вы все это пробьете. В любом случае с Рифатом Чубаровым и Мустафы Джамильевым огромный авторитет. Это вот же вопросы эти будут решены, и в итоге веща не будет. И этот прорыв блокады информационной все-таки состоится в полной мере. И шалах, да, обязательно. И последнюю тему, которую я хотел затронуть в нашей программе, это тема коллаборационистов. И начать это, наверное, стоит все-таки вот с того, о чем вы упомянули уже, с того, как решили духовенство крымско-татарское превратить в инструмент подавления, смирения, сабыр и все такое прочее. Вот расскажите, как вы видите этот процесс, на какой стадии он сейчас находится? Ну, смотри, духовенство, это то, что создавалось вообще без меня в Крыму, да, я в то время как бы создавал бизнес. Я уже застал вот то духовенство, которое сейчас там в Крыму осталось, застал уже таким уже сформированным, да, понятно, но, так скажем, пока еще без определенных статусных вещей. Что и случилось сейчас, да. Я помню, когда в Киберджамии, там еще было неполное Киберджамии, как заполнялось, и все такое прочее. Тоже от стыда тогда определенные люди, в том числе и я, помогали муфтию, помогали определенные вещи делать, там строить какие-то там здания. Но это было другое время, или нет? Абсолютно. Это было мирное время. Для меня очень я был, гордился тем, что все-таки муфтий, тот муфтий, эмиралий, который был, с этим я ничего не хочу общего иметь, вот тот эмиралий, который был, было видно, что он очень любил крымский ротар тогда, и было видно, что в мирное время он, в принципе, нормальный. Он определенные вещи говорил, у него очень хорошая харизма, и, конечно, я мог бы им гордиться, потому что в момент аннексии он себя тоже проявил, в принципе, как достойно, он очень сильно переживал и был с нами в одной команде. И если бы он дальше, вот то, что с приездом Гайнуддина, то, что там было, да, вот, остался бы в роли все-таки именно духовного лидера, понимаете, мусульман, именно муфон, то есть не полез бы в политику. Но зачем лезть по... Но почему, Ленур, почему это случилось в вашей версии? Что произошло? Где перещелкнуло? На каком моменте? На чем? Объясненно на моменте, я так думаю, что нарезанная бумага. Нарезанная бумага, она влияет определенным образом на людей. Я думаю, что, помнишь, как там, это над златом, да, это медные трубы, да, там, деньги, все такое прочее. Ну, что у ФСБ есть, да, шантаж, подкуп, убийство, да, тут три кита, на которых, как бы, это все держится. Плюс, естественно, то, что он очень любит крымский нотар, и это его такая версия помощи крымским нотарам, что вот... Ну, типа, покровительство надо защищать как-то. Но на практике-то выходит эта защита? Каким-то образом? Мы с тобой видим это прекрасно, что никакой практики это не происходит. Если бы мы были бы там, и кто-то бы из нас там был, мы обязательно поехали бы на обыск. Мы обязательно бы там... Если бы мы были бы там каким-то образом там участвовали в каких-то там вопросах, мы обязательно бы собрали там народ. Это делал Чубаров, это делал Мустафага. То есть это делал бы любой, кто в национальном движении понимает, что если мы это делать не будем, то завтра нас будут расстреливать вместе с нашей очередью. То есть это ужасно, когда ты находишься в обществе, но пытаешься жить отдельно. То есть это нельзя так делать. То есть, если общество находится под прессом, не значит, что твой дом останется независимым. Нет. За тобой тоже придут. Ну, Мафтеат ведет так же, так, как будто ничего не происходит вообще в последние, ну, примерно, там, несколько месяцев. Я не знаю досконально, как это все произошло, но я понимаю, вот, когда мы были с Чубаровым и, так скажем, вломились, как бы, в его номер, да, тогда, когда он говорил, что вот наш поступок, что мы не понимаем некоторых вещей, что то, что мы очень плохо... Чех за рарки и три джесса, ну, это большие неприятности вы, как бы, там, после твоим поступком сделаете то, что мы, там, вот, вторглись в его номер, откинули этих фейсбочников, которые там его охраняли. И вот это вот, я понимал, что его зазомбировали тоже, понимаешь? Я понимал, что его втянули в какую-то авантюру, и он в этой авантюре уже что-то там делает и играет не в... Но это было начало. Да, он уже не в своей игре, понимаешь? То есть, если вот есть национальная игра, да, которая называется вот Мичлис, это вот наша национальная милиарикет, национальное наше движение. Ты можешь быть просто крымским нотарием, но ты можешь быть рядом, ты можешь не помогать даже, в конце концов. Но ты не должен мешать этому движению, потому что не ты его придумал. А сейчас, на ваш взгляд, мешает ему? Он мешает, потому что все вот эти вот люльки, которые он дарит Путину, там, все вот эти вот, там, спасибо, там, партии родной, спасибо Альксионову. За что спасибо? За что спасибо? За то, что происходит, видимо, аресты, обыски, уголовные дела против людей. Это, таким образом, он... Это сабыр такой. Это сабыр, это в гетто, то есть, он призывает в гетто еще больше. Идти в газовую камеру. Да, идти в газовую камеру. Он толкает в пропасть. То есть, безмолвно он хочет, чтобы они молчали, как ягня, так и попали в эти жернова. Он должен сопротивляться. Он должен... От него никто же не ждет, же, каких-то амбразур, там, не ждет. Пусть делает заявление. Если он не может делать заявление, ты обрати внимание, он еще член Межлиса. Не просто так, он член Межлиса. Он должен, если он это не может делать по какой-то причине, если с точек бумаги берешь, пишешь заявление, берешь любой мобильный телефон, пишешь заявление на этот мобильный телефон... Прошу меня... Да, исключить, потому что я не способен это делать. И с Муфтиата то же самое. И это был бы поступок, это был бы поступок, если он сейчас смотрит меня, то... И Фензи бы не япно, бы именно сознательно с Оларега. Иначе, потому что, получается, мы бьем, вот своим даже информационным снарядом мы бьем по члену Межлиса. Как бы не было, и по сердцу там Чубарова, и Мустафы Джемильева мы тоже краешком проходим этим снарядом. Потому что этот человек был рядом с нашими лидерами. Он был внутри Межлиса. Как это не печально? Понимаешь? То есть, можно было кого угодно подозревать там, да, но что Муфти так себя поведет, конечно. Вот именно такую игру он не в свою, не в национальную насчет играет. А по поводу Заура там, или по поводу Бальбека там, даже комментировать не хочется. Знаешь, вот настолько у нас все-таки Рифа Дага в этом вопросе больше дипломат, Мустафа Дага все-таки больше и более резок в эти вопросы. Я вот где-то, наверное, больше к радикализму как бы это даст, потому что, ну, действительно огорчительно, когда такие люди у нас есть. То есть, даже если бы они вот пошли против воли Межлиса, даже если они пошли бы вот работать в эти оккупационные власти без решения Межлиса, что очень важно. Межлис для чего и нужен, чтобы легитимизировать любые, любые национальные какие-то проявления походов во власть. Или вообще то, что касается... Межлис уже экстремистская организация. Да, да, нет, но извините, если ты был в Межлисе, целовал флаг, Коран целовал, ты с этим теперь уйдешь на всю жизнь. Наш народ никогда это не забудет. Я просто хочу сказать, что если бы этот Заур там или Бальбек, кто бы не был там, ну, Бальбек никогда не был в Межлисе, вопрос в другом. Если ты уже избрал, пошел сам туда и каким-то образом попал туда вот в эту оккупационную власть или как-то еще, хотя бы занимайся тем, что ты должен заниматься. Но ты обрати внимание, они же не занимаются тем, чем должны заниматься, их используют на политические провокации. Их ставят против народных лидеров, против Мустафы Джемилева. То есть для того, чтобы там они сожгли чучело, да, чтобы они там сказали, что вот мы не признаем там песню Джамалы, да, хотя весь мир признает, а не признает. Но они особенно сейчас глупо выглядят. Да, да, это же смешно, смешно, потому что собственный народ плюется в этот момент в телевизоры, а там вот Судак, откуда Бальбек, там вообще просто нервничает, я знаю судакцев, в том числе у нас в батальоне они есть, которые разорвать его готовы на куски. Они с охраной ходят, все. На Бальбек ходят с охраной, да. Даже на праздник, вот так называемые хадерлесы они устроили, и даже туда, где были все отобраны, где территория отцеплена, где все-все-все, да, все равно даже за столом пия чай, значит, они окружили себя охраной, от кого непонятно. Хорошо, а дальше как они будут с охраной, когда их нога уже вступит на тот свет, как они будут, какую охрану им там Господь Бог даст? Вот в тот момент, что они будут делать? Кем они будут прикрываться? Аксеновым, Путином, кем-то еще? Что, как они будут отвечать на том свете? Как они будут отвечать? Как они будут дальше, как их внуки, вот их тела уже будут, да, тленные, как будут отвечать их внуки, когда будут говорить, а-а-а, это сын того-того-того, да, этого Хайна, так как-то... А я думаю, что нет, что все-таки внуки за отцов не отвечают, я думаю, что они и осудят поведение своих отцов в итоге. А-а-а, ты знаешь, я тебе скажу, что будут отвечать обязательно, наш народ ничего не забудет, наш народ действительно такой, я вот помню Таирова, вот, я знаю, ты его застал, не застал, Таиров был такой секретарь джизакского обкома партии, ты помнишь, не помнишь? И он тогда действительно тоже, тоже у него были благие мысли, и тоже он хотел помогать крымскатарскому народу, и говорил, что вот нам нужно, в принципе, я уже не помню эту республику, по-моему, какая-то республика в Узбекистане, там нам давали, как же это место называлось-то, не очень куду, как какое-то место там называлось, куда нас хотели тоже сделать автономно, чтобы мы ни в коем случае не были притязаней на Крым, это как у евреев в Беребиджан, помнишь, там делали? Ну да, ну фейковая республика. Вот та же самая история, так, поверь мне, Таиров поплатился за это, потому что наш народ нигде этому не простил, вот я помню даже концерты Хайт-Армы, там, где народ отсаживался от него, понимаешь, с этим жить. Но это ситуация хуже сейчас. Да, да, мало того, дети вот в такое попали, хотя там есть и Лиля, там, как бы уже там, да, есть там уже потомки, как бы, Таирова, которые тоже, в принципе, как бы есть, они живут, но это осталось клеймо. Но я хотел бы закончить нашу передачу тем, что, на мой взгляд, таким важным событием, что, как раз об отцах и детях, что внук человека, который был тогда командующим внутренними войсками НКВД, внук человека этого, извинился перед крымскими татарами и назвал это геноцидом. Это, мне кажется, вот, это очень важный момент такой, что люди, наконец, впервые крымские татары услышали вообще извинения, и я считаю, что это очень важно. Это архиважно, но одним извинением, все те, кто это все свершил, геноцид, они не отделаются, но то, что приятно, то, что именно то, что очень положительно, то, что есть такие люди, которые остаются людьми, потомки этих людей. И этого человека очень сильно затравили, там, в России, бывшие коллеги и так далее. Да, 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 но люди, люди должны быть людьми, потому что все, что происходит во время войн, потом каким-то образом это будет эхо, это эхо этих войн, дальше потом надеться. Это эхо тому, что все равно правда побеждает? Правда против Крымды, да, всегда. Знаешь, что сделал, Майда, давай у нас конец уже передачи, давай поблагодарим всех крымских татар, вообще всех крымчан, всех украинцев, которые поддержали нас 18 мая. Да, это было что-то невероятное. Даже отсюда, наблюдая за тем, что происходило в Крыму, просто только поклон, только уважение, и не знаю даже, что сказать, добавьте. Да я добавлю просто на крымско-татарском языке, да. Спасибо. Спасибо.